Всем привет, меня зовут Леберш, это мой первый выпуск танцевальной рубрики. Я постараюсь вам объяснить, что же такое гоу-гоу и как это выглядит. Когда ты выходишь на сцену, ты никогда не знаешь, чем ты закончишь танец, потому что это непостановочно. Главное получить энергетику от зала и отдать в десятикратном размере в зал, чтобы люди тебя увидели, услышали и поняли, что ты хочешь им донести. Начнем, наверное, с разминки, то, чем мы, в принципе, все занимаемся с девчонками в гримерке. Это очень важно, потому что, когда уходишь на сцену без разминки, можно повредить или потянуть какие-либо мышцы, потому что в зале жарко, все пьют, а мы нет. Поэтому нам нужно разминаться. Девочки, в принципе, все должны быть очень гнущиеся и очень гибкие. Кто не гнется, тот не танцует. Будем гнуться вместе. Посмотрим на разминочку танцовщи с гоу-гоу. Ну, приблизительно, аккуратненько. Места много не нужно, потому что гримерки не всегда бывают большие в клубах. Главное девушкам нагнуться посильнее вниз и постараться дотянуться до внутренней стороны ноги. Вот так вот. Тем более на каблуках. Днемся. Чем дальше, тем лучше. Попа обязательно должна быть назад. Прогнулись вперед, как можно ниже. Сильно нагружать себя не стоит, потому что можно повредить, естественно, мышцы, и потом очень долгое восстановление идет. Поэтому поаккуратнее, по чуть-чуть, потихонечку опускаемся. Ниже. Ниже. Ну, видите, я уже растянута, поэтому у меня все попроще получается. На шпагаты. Сразу же прыгать на него не стоит. Сначала одну ножку растягиваем. Заметьте, это все делается на каблуках обязательно, потому что вы потом на сцену выйдете именно на каблуках, не босиком. Босиком, конечно, проще, но каблуки нужно держать. И другую ножку попробуем. Главное тяните носок. Дальше садимся против ножек. Кто не умеет, тот не садится. Держимся обязательно руками. Ну, все, в принципе. Самое главное в танцах гоу-гоу, это, конечно же, секс. Как можно больше секса, потому что это одно из составляющих этого танцевального мира. Вот так могу сказать. Самое главное, это побольше эротики. Девушкам, мальчикам. Секса все равно. Главное у нас, это бедрышки, конечно же, девочки. Следим за ними на протяжении всего танца. Их должно быть как можно больше, потому что именно это и привлекает чаще всего. Так. Посильнее. Бедра, волны и стороны спорта покачивания. Все спокойно. Начало ночи. Бедра вправо, вверх. Поворачиваемся. Вперед. Назад. Самое главное у нас, то, как ты вышла на сцену, правильно? И как ушла со сцены. Поэтому будем учить походочку для начала. Голову как можно выше. Плечи назад. Попку тоже назад. Все вместе. Главное не торопиться. Потому что все должны увидеть, какой у тебя красивый костюм. Какая красивая ты. Правильно? Другая мы уверены. Попа. Попа. Как можно выше. Как можно красивее. Как можно подтянутей. Поэтому, когда вы поворачиваетесь к людям спиной, попа должна все равно работать. Право, лево. Бедра, полны. Поворот. Есть музыка энергичная и интенсивная. Девчат. То бедра должны все равно двигаться не так быстро. Не под каждый бит. Не под каждый темп. Чем быстрее двигается попа, тем смазаннее получается движение. Поэтому нужно все-таки делать акцент на фиксации. Попа пошла вправо бедр. Нужно дождаться момента и отвести ее в другую сторону. Потому что, если вы повернетесь просто вправо и начнете делать другое движение, это будет все смазано. Это нужно заканчивать. Обязательно несколько раз повторить движение. И встать в позу. Если девушка не обладает большим запасом танцевальных движений, можно растянуть их. Растянуть следующим образом. Это называется эффект манекена. Вот так вот могу сказать. Это называется эффект манекена. Когда на каждый бит идет свое фиксированное движение. Бам, встала, подождала. Бам, встала в другую сторону, подождала. Ножку подставила. Чтобы это не было быстро, например. Если много движений, то, естественно, ты ими можешь разбрасываться направо и налево. И на протяжении всего вечера у тебя все будет идеально получаться. И все будет классно. Но не забывайте еще об одном. Если все-таки движений вам не хватает, тогда вам нужен визуальный контакт. Чем больше народу возле вас стоит, тем больше играйте с ними. Обязательно подходите. Не так близко, чтобы человек мог тебя схватить, стянуть, кинуть чем-нибудь нежно, что-нибудь сделать. Подарите. Такого не должно быть. Поэтому расстояние должно быть где-то в метр. Но глазами встречаешься и всегда улыбаешься. Вне зависимости. Болит у тебя ножка, болит у тебя голова, спинка. Это никого не интересует. Будь любезна, улыбайся. Давайте наверх поднимемся. Руки. Что делают в этот момент руки, когда у вас попа гуляет, как вы помните? Руки обязательно должны быть как можно шире, выше и дальше. Руками интенсивно загребаем. Называется воздух. Стороны. Красивые и изящные руки должны быть. Наверх. Тоже все красиво и достойно должно быть. Другая рука. Если одна наверху, а вторая не наверху, то она не бездействует и не просто вот так вот болтается возле вас. Она обязательно где-нибудь должна красиво стоять. Давайте попробуем соединить все вместе. Попу, ножки, проходку, ручки. Вы посмотрите. А потом я по отдельности начну вам объяснять, где что лучше добавить. Смотрим. Встали. Красиво прошли. Попу помним. Сюда. 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 Рука помним. И ножки можно тоже помочь. Поворачиваем все вместе с ручками. Видите? Помогаем друг другу. И красиво уходим. Еще раз. Идем. Походочка. Красиво. Встали. Попу. Право, лево. Право, лево. Ручки развели. Красивенько. Видите? Все должно быть легко и свободно. Такое ощущение, как будто бы, ну просто это идет от души. Теперь смотрим за ножками. С ручками разобрались. В сторону. Красиво. Ножки. Вот в этой позиции они, например, в сторону. Подтянули красиво. Поворот. Как делаем? Шаг. Поворот. И так делаем все под музыку. Пытаемся соединить все движения, которые только что я вам показывала. Представим, что я выхожу на стилю. Рука красивая. Бедра пошли. Улыбаемся. И... Ножки. Руком. Редактор субтитров. Девочки, еще раз хочу объяснить, что самое главное. Это, конечно же, попа, которая у нас должна ходить право-лево, прям вот по максимальной амплитуде. Потому что это, ну, должно завораживать молодых людей. Ножки обязательно, походочка красивая. Подбородок как можно выше. И улыбайтесь, конечно же, улыбайтесь. Руки воздушные. Настроение прекрасное. С вами была Али Берш. Живите клубами, живите музыкой, живите с хорошим настроением. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова